Всех приветствую, с вами Александр, продолжаю я проходить модификацию ОГСЕ, вернулся я в мертвый город, чтобы закрыть вопрос со связным, мне нужна вторая часть кода, а связной нам ее не передает, также он отказывается с нами куда-то проходить, отдал я оружие и все остальное прочее, поэтому... Поэтому связного больше нет, и приходит сообщение от доброжелателя, отлично, ну просто замечательно, не спасти минора, блин, это нужно же умудриться, ладно, что получилось, то получилось, если тебе нужна недостающая часть кода, посмотри в доме, где минор должен был находиться А вторая часть кода, по всей видимости, первоначальное место нашей встречи с минором, должны быть армейские склады, именно в том доме должна находиться вторая часть кода, туда я отправлюсь Да, совершенно верно, вторая часть кода, недостающая от лаборатории X10, чтобы отключить установку у нас, необходимо ввести пароль, а только потом дергать рубильник, надеясь потом ты найдешь то, что искал, удачи Задача обновилась, и нам больше ничего не остается, как проникнуть в лабораторию X10, он же выжигатель мозгов, и попробовать отмечить этот самый рубильник Да, смотрите, что происходит, обратно превратился я в зомби, я уже лечился у Сахарова, почему-то это превращение все равно происходит периодически Я не влетаю никакие в сезоны, контролеры на меня не воздействуют, я не знаю, с чем это связано, возможно, это связано с объектом О-21 Но задание, как бы, по уничтожению объекта я выполнил, не знаю, почему-то меня всегда накрывает, где бы я ни находился Спустя какое-то время, я превращаюсь в зомби По идее, как бы, я раскрыл секрет янтаря, уничтожив этот самый объект Но почему-то зомбирование от меня не отступает Как бы то ни было, нам нужно идти в X10, чтобы выключать выжигатель мозгов Внимание! В лаборатории X10 я проник без особых проблем Я нахожусь в состоянии зомби, манолировцы меня не трогали Поэтому я попытаюсь отключить установку Нужно ввести в код обе части у нас Если перевести пароль подходит, можно отключать выжигатель Если перевести на наши буквы, на русский язык, тогда получается Эта надпись означает сталкер-клык Возможно, это какая-то пасхалочка ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Воспоминания из прошлого все сработало Здесь также вижу появляются монолит-бойцы По идее, против которых мы должны воевать Но в зомбированном состоянии они меня не трогают И мой путь лежит сейчас в Припять По гостинице, где лежит дешифратор от двери По всей видимости Не знаю, как в этой модификации будет Думаю непосредственно в Припяти и продолжать В Припяти я вспомнил про задание дочь старика Помните, старик еще в начале игры просил нас отыскать квартиру Где жила дочь его Но она бесследно исчезла Он не знает, она эвакуировалась или осталась в городе Решил я помочь старику Я считаю, это архиважное задание И в одном из домов я нашел Как понимаю Кукла дочери старика выглядит довольно необычно И странно Воздействует на владельца Вызывая легкое головокружение И слуховые галлюцинации Обычный школьный блокнот Корявый детский почерк с ошибками И солнышки на полях Блокнот практически весь истлел Разобрать можно только последние несколько страниц Все-таки хочу я вернуться обратно на кордон Выполнить это задание Заданий у меня осталось не так уж и много Но это задание я должен сделать Возвращаясь из Припяти на кордон Все-таки удалось мне отыскать золотую рыбку И в который раз я уже пытаюсь стать Нормальным человеком и не зомби Так Сахаров Помогите Как вы опять умудрились Надеюсь вы помните Чтобы вылиться нужно добыть артефакт золотую рыбку Да, вот она Данные Одиночка То есть я опять не зомбированный Не знаю как будут обстоять дела дальше с этим зомбированием Возможно это какой-то баг Я возвращаюсь на кордон И попытаюсь прояснить ситуацию со стариком Привет дедушка Я по поводу твоей дочери Неужели что-то удалось выяснить Ты ходил в Припять Что-то нашел Да, я ходил в Припять И был в твоей квартире Ну и что же ты там увидел Давай же говори скорее Не томи Там лежала старая кукла и блокнот Вот держи Дочка твоя дневник вела И кажется вывезли ее в итоге Только не с эшелоном А отдельно через неделю Может быть жива даже осталась Облучилась только прилично Неужели не может быть И так я гляну Ой Так получается Танечку мою скорее всего военный госпиталь вывезли А потом видимо тоже в Москву отправили Только не в шестую больницу Как я понимаю Куда нас взрослых свозили А куда-то в детскую А потом Так что было Нужно в Москву ехать Архивы поднять В детских больницах Ну хоть какая-то надежда Спасибо тебе сталкер Ты очень помог Снял груз души У меня теперь хоть какая-то надежда есть Может даже свяжусь с ней На старости лет Это ж только подумать И под 40 сейчас Если она жива А я дурак 30 лет почти мотаюсь Документы по эвакуации поднимаю Да езжу по городам Куда люди возили От отчаяния уже сюда ссунулся Ну что же Мне пора уходить Все что можно Я выяснил Спасибо тебе еще раз Сталкер Что уважил старика Ты не представляешь Несколько Насколько это мне важно было Храни тебя зона Сынок Прощай дедушка Рад был тебе помочь Глядишь еще и свидетельствует Что ты мне подсказываешь Что она жива И ты эту куклу с собой возьми Не потеряй смотри Только не показывай никому Она в зоне Долго пролежала Сдается мне пригодится Она тебе В твоих поисках Зона благосклонна тем Кто бескорыстно делает добрые дела Теперь вы можете спать Под дождем И без охраны Зона будет хранить ваш сон От холода И опасностей Да Выполнили мы Действительно важное задание По поиску дочери Такие задания важны Но как бы то ни было Я пережидаю выброс И отправляюсь Обратно в Припять В Припяти я все еще нахожусь В нормальном состоянии Но по-моему дела ухудшаются И опять превращаюсь В зомби Почему это происходит Я не знаю Я не выяснил причину этого Субтитры сделал DimaTorzok Обалдеть Кого я вижу в сети Стрелок Это ты живой Не может быть Забеги ко мне на огонек Я все равно как раз рядом Лови метку на карту Так Есть какие-то документы Документы из Припяти Написано Самим стрелком Судя по заглавным Так В нем раскрываются Некоторые загадки Зоны От кого Нам приходит сообщение Некий темный дилер Я думаю Стоит забежать к нему На огонек Как он сказал И пообщаться с ним Появляется на локации Проводник Ты кто такой Откуда знаешь Что я стрелок Да Выясняется Стрелок смеченный Вспомнил Что он все таки стрелок Ты что С луны свалился Или На радаре Перегулял Я тут раньше В гостинице Жил прямо С твоим номером 26 Как видишь Отдельную квартирку Получился С видом на город Если хочешь Называй меня Темный дилер Амнезия у меня Теперь потихоньку Вспоминая А ты странный тип Даже про номер 26 Знаешь Хотя мы может быть Раньше и встречались До того Как я попал в грузовик Смерти Задаем ему вопрос Ну в общем то Будем считать Что встречались Лично Не представилось возможности А в сети Так постоянно Так или иначе Будь я тебе врагом Пристрелил бы Надо же стрелок Я не рассчитывал Тебя уже Идеть живым Понавится Подмога Зови Ты тут такую Движуху Навел Люба Дорого Посмотреть Давно я хотел Чтобы этим Фанатикам Задницы Надрали Но раз Такое дело Я тут в Припяти Решил Я тут в Припяти Решил Торговлю Наладить Да смотрите Что происходит Именно сейчас Мы превращаемся В зомби Я буквально Немного Походил по Припяти Никуда не Не вылетал Не вылетал Тайные двери Потому что На локации ЧАЭС Будет большая Стычка У нас С монолитовцами С военными Хотя возможно Меня монолит Пропустит Потому что Я являюсь зомби А зомби Монолит Не трогает Данной модификации С помощью Декодера Я открыл Секретную дверь Как говорится И я Нахожусь В управлении Монолитом Сейчас мы Здесь Навидем порядок Здравствуй Стрелок Я вижу У тебя Ко мне Много Вопросов Задавай Их А потом Мы решим Что с тобой Делать Мы О Сознание Группа Исследователей Которые Поставили Сознание Это мы уже слышали не раз Поэтому я пропущу Чернобыльская Нет Что будет дальше Зависит от тебя Зона медленно Навелклона растет Наших сил едва хватает Нет конечно же Я не буду присоединяться Ко сознанию Я хочу уничтожить вас Ты все таки дошел Станкер Ты оказался намного сильнее Чем нам вначале казалось Ну что же Пришло время Поговорить Иди на себя Мы будем тебя ждать Да появился Бросило меня на ЧАЭС И после выпилки Всего монолиток Прыгал я по телепортам Задание обновилось И в итоге мы оказались Не там где В оригинальной игре А появилось Новое задание Что за черт Где же осознание Ведь тут должна быть Техлаборатория Нужно выяснить Что тут вообще происходит Может быть стоит Спросить темного дилера Он меня помнит Еще как стрелка Возможно Что-то прояснит И появляется новое задание Поговорить с темным дилером Нам придется Обратно возвращаться В Припять И выяснить Причины Произошедшего Почему нам Не удалось На данный момент Уничтожить Осознание Он должен нам Прояснить эту ситуацию Привет темный Слушай Дело есть Чего случилось У легенды зоны Возникли затруднения Но можно и так сказать В общем Я не могу добраться До осознания С ЧАЭС Охренеть Тебя что Действительно Так сильно Головой Приложило Что совсем все Забыл Ты же первую Эту тему Разъедывал С ними В общем Не помню Я про это Нас накрывают Да В общем В общем Нечего им Не на ЧАЭС Сделать Это их Уже не основная База Точнее Как бы основная Вернее Остается Очень старается Такого оказаться Это прикрытие Как я понимаю Ты сам это Выяснил Потом рассказывал Перед твоим Исчезновением Что мол ЧАЭС Это одна Большая ширма Для завлечения В ловушку Всех Кто пытается До правды Докопаться О том Что в зоне Происходит Мол Исполнитель желаний Ненастоящий Он сделал намеренно Чтобы сталкеры К нему ломились И попадали В руки монолита Не пытайтесь До него добраться И все такое А то что там Происходит На самом деле Ты грозился Всем рассказать Как докопаешься Кто за этим стоит Но отправился Туда и пропал Ох черт Голова болит Стрелок Ты чего С тобой Все в порядке Погоди Что-то хреново Мне очень Докопаш Докопаш новое ответвление по сюжету получается логическое то есть стрелок отправился на через и докопался до истины о том что монолит это прикрытие и монолитовцы его получается зомбировали как я понимаю и отправили на грузовике смерти чтобы он выполнил свою миссию по идее так меня накрыло ничего себе стрелок тебя здорово выключила я до тебя добудиться не мог с тобой все нормально погоди-ка что такое я вспомнил да что-то вспомнил вспомнил совсем все вспомнил и что на чес было и зачем я туда лез и где осознание да ладно тебе память вернулась обалдеть слушаем ну расскажи их тогда хоть что это было куда вообще пропали и что с тобой случилось до зомбировали меня монолитовцы может поэтому я постоянно в зомби превращаясь и по этой модификации это как вообще смысле рада рада вам тебя накрыла да нет выжигатель тут ни при чем я пытался выяснить что там на чес за монолит такой ну и как выясним да в тот поход мы должны были идти с призраком а он застрял на интерьер я пошел один мне не терпелось офигенно опрометчиво стрелок в зоне одним лучше не ходить ты в курсе вообще да в курсе но я привык зоне осторожность потерял так и голову сложить недолго так почти сложил меня поймали в итоге и пустили в оборот перед этим я выяснил что чес и монолит это одна огромная ширма нет там ничего это ловушка для дураков то есть как тогда зачем все это это проект осознания мы создали легенду об исполнители желаний чтобы она приманила к центру зону самых опытных сталкеров а там их ловят и подвергают промывки мозгов после чего ставят эти вот татуировки как у меня отправляет зону обратно обалдеть это как агентов влияния посылает вроде как вроде того у каждого свое задание у меня например было убить стрелка самого себя то есть смешно как это вышло они тебя в лицо что ли не знали не знали они меня с призраком перепутали вообще охренеть ну так допустим ладно а с тобой так основу что с основной базы тогда ты успел выяснить да успел вспомнил у них есть чуть глубже в зону в самом центре лаборатория подземная командный центр в нескольких километрах отсюда ты планируешь делать со всем этим что ты планируешь а что тут делать я планирую всех убить всех за то что они сделали это со мной как добраться до их базы я выяснил дорогу помню слушан это ты тогда так сильно не торопись если там основная база там скорее всего будут охрана посерьезнее чем нас на чс так состоит наверное из элиты монолита из тех кому окончательно мозги не сожгли еще я бы у тебя посоветовал заручиться поддержкой так свободы долго да тут тут управ второй ошибки допустить нельзя действовать в одну ночку я не могу да теперь действительно все логически складывается то что стрелок почему у него задание именно было убить себя он должен быть убить призрака как я понимаю вернее нет они монолитовцы перепутали нас с призраками дум думали что стрелок это призрак поэтому ему поставили задачу как также опытному сталкеру уничтожить стрелка а в итоге мы получили эту татуировку и задание на уничтожение себя самого как бы то ни было я отправляюсь обратно в бар заручиться поддержкой долга и на армейские склады чтобы привлечь на свою территорию свободу генерал у меня к вам важное дело какое мечены мне нужна военная поддержка на каком основании мечены у меня не так много людей чтобы устраивать военные авантюры тут видим разные ветки диалогов я нашел причину происходящего в зоне теперь мы можем устранить ее сделать зону безопаснее для всех или уничтожить зону как таковую естественно уничтожить весомо но расскажи поподробнее о чем идет речь вы наверное слышали группе осознания их эксперимент по слиянию с ноосферой вышел из-под контроля и привел к образованию зоны или вариант они стремились безорганичной власти над разумом людей и в результате эксперимента создали зону я думаю все таки первое вот что оказывается да я в курсе работе этой преступной псевдонаучной группы тут до событий первого выброса об этом и говорят те документы которые ты нашел ранее передал бармену но как они получаются еще живы я считал они сами погибли во время первого выброса да они живы им удалось соединиться с ноосферой на энергию холнувшие оттуда они не могут контролировать или вариант да они живы ему удалось соединиться с ноосферой теперь они контролируют все происходящее в зоне я все-таки считаю по большому счету они не могут ее контролировать и ты получается хочешь атаковать их уничтожить я правильно тебя понимаю что нам это даст уверен что результат будет положительным не выйдет или все происходящее тут из-под контроля два диалога два две редкие события их нужно уничтожить используя поступающую из нас сферы энергию они являются почти богами их возможности практически безорганичны это опасно не только для зоны для для всего мира или вариант они связующие звено между зоной и на сферой пока они живы энергия оттуда прорывается наружу они не способны ее контролировать или остановить второй вариант скорее всего выберу возможно ли что их усилия направлены во благо и мы своими действиями только помешаем им завершить начатое привести все в порядок и возможно продвинуть человечество на новый уровень эволюции какие действия во благо я считаю нет вопрос в цене генерал даже если это так для них судя по известным фактам цели оправдывают средства сколько еще людей они загубят на пути к своей цели тысячу миллион может быть весь мир будет ли цена так за которым готова заплатить или благими намерениями выложена дорога в ад эксперименты такого класса должны проводиться не бесконтрольными научными группами преследуемые свои личные цели официальными не под строгим контролем мировой науки иначе мы получим то что уже получили тут я считаю правильный первый диалог более правильный не отмеченный все же это все это высокие слова не могут быть достаточным основанием для такой самоубийственной операции с неясным исходом извини не могу рисковать жизни моих лучших бойцов ради того чтобы ты достиг своих личных целей которые лично для меня загадка отказывается он помогать нам пробовал я другие ветки диалогов результат приводит к одному и тому же что он не хочет помочь на данном возможно я что-то упустил и нет нужного диалога но как бы то ни было нужно найти на армейские склады и попытать счастье со свободой посмотрим что из этого получится на армейских складах я пытался поговорить с лукашем лидером группировки свободы но у меня ничего не получилось так как я нахожусь в зомбированном состоянии если все остальные были по отношению ко мне друзья в том числе и сталкеры и долг поэтому они меня не трогают у меня лишь всего на один пункт снизилась репутация то свободе я был настроен нейтрально и соответственно счастья для них враг через мертвый город через этот переход я попал на локацию генераторы и теперь в одиночку попытаюсь уничтожить лабораторию осознания нет у меня с собой защитного костюма и через туннель прихватил я с собой турельку на всякий случай через туннель я попытаюсь проникнуть на основную как я думаю в базу осознания и устроить геноцид монолитовцам да много там монолита придется их выпиливать не зря я с собой захватил турель как говорится да начнется война после множества загрузок удалось мне выпилить конечно эту территорию профессионалы из долго самый отъявленный как нам говорил темный дилер спускаюсь в лабораторию посмотрю что там финальная сценка из правильной концовки тени чернобыля когда мы действительно уничтожаем осознание а не поддаемся искушению монолита по исполнению желаний и и и и и Продолжение следует... 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 Самое главное, я выполнил Интересное участие В мертвом городе Выполнил задание по поиску дочери в Припяти На этом я думаю заканчивать Прохождение данной модификации С вами был Александр, всем пока